доброго времени дорогие любители домашних экзотических растений с наступлением холодных сентябрьских ночей наши домашние питомцы стали возвращаться на свои зимние квартиры после летнего отдыха в садах и к величайшему огорчению растения подвержены нападению таких вредителей бродяжек как щитовка в наших садах мы не в силах оградить растения от занесенных ветром бродяжек как только вы обнаружили коричневые бляшки на стеблях черепках пазухах немедленно изолируйте растения в считанные дни от прекрасно разрушиваются за лето куста одиантума осталось 80 процентов его великолепнейших вай мой фрагранс уже две недели находится на карантине во время которого были проведены комплексная обработка инсектицидами такая ежедневная механическая обработка подробнее об этом мы поговорим в течение записи экстренной пересадки растений для которой нам понадобится пластиковый горшок с широкой верхней частью но имеющий достаточную глубину которым для лучшей аэрации проделаны множественные отверстия дренажный керамзит предварительно был обработан густым раствором марганцовки и хорошо просушен заполнив керамзитом одну третью часть нашего горшка мы обеспечим хорошую аэрацию а также избавим растения от излишков влаги влажная почва необходима одиантума для хорошего развития но несмотря на это мокнущие корни растению нанесут огромнейший вред для создания субстрата одиантума нам необходим верховой нераскисленный торф также я использую крупные частички сосновой коры моксфагну гумус крупные частички речного песка и уголь для пересадки растения нам необходимо извлечь одиантум из старого горшка и освободить от старого и возможно поврежденного насекомыми субстрата для этого мы отожмем горшок и безопасно извлечем из него растения после обработки инсектицидом прошло двое суток и старый субстрат немножко подсох что позволило благополучно извлечь растение из горшка сейчас необходимо освободить его от старого керамзита для этого я использую одноразовую пластиковую посудину которую впоследствии сразу же после пересадки упакую в пластиковый пакет и немедленно удалю на безопасное расстояние от дома с остатками старого субстрата обработка радиантума очень сложный процесс для того чтобы избавить растения от личинок нам необходимо снять верхний слой почвы во избежание повреждения хорошо разросшегося ползущего корневища я использую деревянную палочку с хорошо зазубренным концом и аккуратными плавными движениями шаг за шагом начинаю снимать старый субстрат с растения в комнатных условиях щитовки рассевшиеся на растениях в сокращающие сроки приведут к его гибели особенно заметен этот процесс на таком хрупком папоротне как одиантум фрагранс проводя механическую обработку растения ватным диском промоченным в густом растворе хозяйственного мыла были собраны все видимые особи с каждого сегмента вай пришлось прибегнуть к обрезке пожелтевших и засыхающих вай для того чтобы проредить раскидистую крону и обеспечить максимальную доступность для дальнейшей обработки после чего взбив густую мыльную пенку ватным диском были протерты с обеих сторон все вай мне не пришлось оставлять состав на растении так как сама обработка заняла некоторое количество времени а после нанесения был организован теплый душ и омывание попоротника на третий день после мыльного обмывания было применено опрыскивание при помощи системного инсектицида энтовир из расчета 1 грамм на полтора литра воды растерев энтовир в порошок и смешав с водой до полного растворения перед обработкой растение было помещено на два часа в большой мусорный пакет и завязан таким образом чтобы получилось подобие воздушного шара полученным составом были тщательным образом обработаны крона так чтобы раствор попал во все пазухи и черешки а также верхний слой земли такой метод эффективен когда оставшиеся незамеченными насекомые задохнулись достав через два часа из пакета папоротник снова был обмыт теплой водой из душа и помещен на застекленную балконную веранду место защищенное от сквозняков где ему и пришлось провести еще 4 дня до следующей обработки мы почти полностью освободили наш папоротник от старого субстрата и теперь имеет смысл освободить от старых вай пожелтевших имеющих неопрятный вид поврежденных и скрученных для того чтобы освободить место для новых ростов в течение двух недель мною два раза была проведена системная комплексная обработка которая включала в себя чередование манипуляции с парами инсектицида интовир и мыльное обмывание посмотрите какая прекрасная вай с парангами столь тщательная обработка растения потребовалась для того чтобы оградить другие эпифитные формы от заражения в моя коллекция в домашней оранжереи насчитывает 15 видов экзотических папоротников вообще эпифитные формы это наверное наиболее любимые растения которые доставляют мне массу удовольствия комнатные варианты эпифитных папоротников выражают разнообразием своей воздушной и ажурной кроны в них влюбляешься с первого взгляда и по моим наблюдениям папоротник это растение медитация пока я нахваливала папоротники у меня отделился такой замечательный корневой обводок из прекрасной корневой системы сейчас я его посмотрю особенно тщательно но отсаживать не буду и скорее всего он будет посажен вместе с остальным растением в один горшок такой хрупкий одиантум фрагранс является жителем увлажненных восточных ант тщательно тяжело переживает попадание прямых солнечных лучей и имеет хорошо развитую корневую систему корневища боковые корешочки и очень любит и очень любит находиться вблизи водоемов если в домашних условиях вы обеспечите ему нахождение рядом с аквариумом или мини-водопадом он будет вам очень признателен как тщательно очистили субстрат и приступим непосредственно к присадке на новое место нашего пролеченного выделя первыми в емкость для приготовления нашего субстрата я положила мелкие фракции древесного угля и гумус и порезала моксфавму верховой нераскисленный торф основной ингредиент при изгосновлении субстратов для любых эпифитных папоротников добавив лечного песка мы тщательно вымешиваем наш субстрат вообще для одиантума не обязательно использовать легкие почвы он хорошо переносит и тяжелую почву речный песок выкладываем слоем поверх керамзита речный песок будет удерживать влагу в нашем субстрате не давая ей быстро испариться в то же время излишки влаги которые будут удалены при помощи дренажного слоя поверх слоя речного песка мы выложим крупные фракции хорошо проваренной сосновой коры одиантумы с удовольствием цепляются корешочками за крупные фракции коры и именно это позволяет нам делать остальной субстрат более легким вот уже измельченные кусочки коры мы перемешаем мы перемешаем с основным субстратом моксфагнум это лесной моксфагнум это прекрасный антисептик так же как и древесный уголь поэтому его обязательно необходимо добавить в качестве почвы для нашего растения а гумус послужит питательной среды наполним полученной смесью две трети нашего горшка потому что нам необходимо оставить место для размещения одиантумы пересаженный на новое место одиантум начнет активно наращивать корневища и корешочки поэтому процесс наращивания вай он отложит на небольшой срок одиантумы очень хорошо растут в домашних условиях и это быстро растущие растения поэтому при посадке необходимо учитывать красоту необычайную красоту вай и то что они поникающие то что они обязательно разрастутся и в природе они чаще всего нам висают над ручьями цепляясь своими корнями за любые выступы использую малейшие возможности для того чтобы сохранить свой вид и служить украшением и тропического и субтропического леса конечно необычайно красивым домашним декором при пересадке при пересадке также необходимо помнить что корни поверхностные и поэтому нужно постараться ни в коем случае не засыпать их большим количеством субстрата для образования для образования пышной и красивой кроны одиантуму фрагранс как и любому другому виду одиантумов не обходило пространство он не потерпит соседства с другими растениями очень не любится прикасаться с любыми предметами отличается очень красивый салатно-изумрудной листвой и капризным характером присутствие одиантуму в доме не только станет украшением любого интерьера но и восполнит необычайным светом ауру дома вот так вот незаметно мы не только избавили наша растенец от вредителей но и пересадили на новое место жительства я надеюсь ему здесь понравится важно помнить при поверхностной досыпке почву не приминать ни в коем случае просто тихонечко распределить ее по поверхности благодаря вашему участию экстренная пересадка одиантума фрагранс прошла успешно результат получился великолепный папоротник папоротник обрел новую жизнь второе дыхание мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам мы обязательно покажем как выздоравливает наш папоротник через несколько месяцев подписывайтесь на канал и ставьте лайки до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...